Когда день за днём встречаешь рассвет в предгорьях Кавказа, то и в отпуск-то домой уже не тянет. Пусть быт здесь походный, зато красиво. На Кавказе каждая гора и каждый камень имеет свою легенду. В частности, Ахмед гора названа по событиям турецкой войны, когда казаки преследовали одного из турецких воинов. Он поднялся на гору и перед ним обрыв, завязал лошади глаза и спрыгнул. С тех пор название Ахмед горы по имени турецкого воина. До Ахмед горы почти 60 километров. Извилистые тропы, на которых можно встретить шакалов, рысей, не говоря уже про змей. Склоны, одетые в зелёные шапки дикого леса, каменистые выступы. Словом, самый настоящий военный поход. Для нас этот поход, хоть и в кузове Камаза, но всё-таки на колёсах. А вот бойцы спецназа и разведки передвигаются в основном пешком, временами бегом, а то и ползком. Какие трудности? Ну, во-первых, постоянные подъёмы и спуски по травянистому склону проскальзиваются. Плюс в боевой укладке общий вес около 40 килограмм военнослужащий на себе несёт. Ну, сами представляете, тяжеловато. Военнослужащий имеется разгрузочный жилет, верёвка для передвижения в горах, динамическая, кругом, вещевой мешок, как правило, на 60-70 литров, спальный мешок, термоэлементационный ковлик, кругом, а также необходимые элементы экипировки, ледоруб, устройство для передвижения по верёвкам, для подъёма жумар, карабины. Необходимое количество, как правило, не менее пяти штук устройства для спуска. Верёвки, карабины и скальные ключи – самые надёжные друзья горных разведчиков. А чистое небо над перевалами – предвестник удачи перед трудным марш-броском. Обычно капризы погоды всерьёз препятствуют передвижению в горах. Но в то же время дождь или туман может хорошо замаскировать отряд, если он движется через передний край обороны противника или в его тылу. Вот почему тренировки спецназа предполагают марши в горах даже ночью, не говоря уже про дождь, снег или туман. В горах всегда трудно, потому что это не равнина, это всё-таки высота, недостаток кислорода, резкая смена климата. В боевой ситуации это, так скажем, в тактическом плане, если кто оказался выше, кто более подготовлен, тот и выигрывает. Поэтому здесь борьба за высоты, борьба за положение. Руководитель учебного сбора, офицер разведуправления Северо-Кавказского округа внутренних войск Александр Соколенко инструктирует бойцов перед восхождением. Вы спросите, что это за бревенчатые домики у подножия Ахмед Скалы? Во время учений солдаты и офицеры используют их для ночлега, а раньше это была туристическая база для альпинистов. Вместе со спецназовцами из Уральского округа внутренних войск мы сейчас находимся на высоте тысяч метров. Это Ахмед Скала. Ещё до вершины сколько осталось? Там ещё высоко, метра пятьсот. Но силы у вас ещё есть, чтобы преодолеть горные вершины? В учебном центре внутренних войск на Кавказе уже больше тысячи бойцов спецназа и разведки отсочили навыки альпинистской подготовки и научились прежде неизвестным хитростям горной войны. Так, подъём по скалам осуществляется свободным лазанием с использованием скальных крючев, закладок и френдов. Но здесь у нас главная не скорость, а главная правильность научить правильным движениям по скалам, чтобы не было никаких эксцессов. В горах опасность подстерегает на каждом шагу. Если не противник, притаившийся в ущелье, то змея, затихшая под корягой, где ты хотел укрыться. Если не река на пути, то камнепад или обрыв. Здесь очень много так называемых живых камней, камнепады часто. Поэтому работать здесь необходимо только в средствах защиты, в защитных шлемах. Достаточно крутой подъём, примерно третьей-четвёртой категории сложности. Подняться по такой скале под силу разве что кандидату в мастера спорта, не меньше. Но спецназовцы, они ведь не только спортсмены, они вообще универсалы. При обучении бойцов спецназа обычно учитывается взаимозаменяемость во время боя. Автоматчик должен владеть снайперской винтовкой. Пулемётчик произвести прицельный выстрел из гранатомёта. Причём цель надо поражать с первого выстрела. В реальном бою столкновений в лесу или на скальном склоне повторить попытку почти невозможно. Служит в спецназе народ сознательный. Почти все бойцы – контрактники. Призывников набирают сюда исключительно по доброй воле и жёсткому конкурсу. Набираем и вообще строго по собственному желанию. То есть выезжает представитель округа. Берём по физическим качествам и по собственному желанию. То есть на моей практике даже было, что люди, которые их отобрали, вроде отказывались, то есть их не везём. То есть все люди самостоятельно пришли, осознанно проявляют инициативу. Значит, несколько человек участвовали в контрактнических операций, имеют награды. Алексей Ходак с детства знал, что его спецодеждой будет камуфляж, а рабочим местом – полевой лагерь. Что вы хотите, офицерский сын? В этих людях, которые добровольно обрекли себя на суровые военные будни, сочетаются твёрдость и решительность с какой-то необыкновенно обаятельной мальчишеской бесшабашностью. По горам лазят, во-первых, интересно, а с другой стороны и полезно тоже, и опасно тоже. Зачем надо? А если не я, то кто? Понимаете, сейчас мало кто хочет служить, там, не знаю, такого отношения к армии. Ну, если все не захотят, то, понимаете, я же сам, сам пошёл. Мне это нравится. Думаю, дальше так пойти. Программу занятий в горном учебном центре составляют офицеры разведуправления главного командования внутренних войск и Северокавказского округа. Время рассчитано по минутам. В период учебного сбора, который длится 25 дней, никаких праздников и выходных. Здесь обучают вязки узлов. Кстати, очень полезно, что в армии, и что так в жизни пригодится. Потом подниматься вверх, не только спускаться. Спускаться каждый может, а вот подняться нелегко. Уже сейчас разработана усовершенствованная программа горных тренировок. Она включает в себя тактические занятия, подготовку по связи, медицине, инженерному делу. Офицеры-разведчики, побывавшие не в одной горячей точке, вспоминают, что порой учились на собственных ошибках. Сейчас они стараются избавить от этих ошибок молодежь. Иной раз приходилось спускаться по очень крутым склонам. Снаряжения, соответственно, никакого не было. То есть на руках спускались. Иной раз использовали бельевых веревок. Вот, очень трудно, сложно. Если бы мы такую подготовку имели тогда, то, я думаю, нам бы было намного легче и проще. Подполковник Соколенко не из тех, кто считает службу выгодным делом. Он ездит на войну, потому что просто не может иначе. По горячим точкам начал ездить уже с первого курса. Сначала это была Грузия, 89-й год, апрельские события. Затем Средняя Азия, затем Абхазия. Затем конфликт Ингушей и Осетин. Ну, потом судьба забросила на север, в республику Коми, где я проходил службу в конвойном батальоне. Четыре года. Два года из них командовал конвойной ротой. После этого уволился из войск в связи с сокращением штатов год на гражданке. Ну, видно, не прижился. И вот Александр Григорьевич снова встал в строй. Сначала служил в Лобинском оперативном полку, а потом перевелся в отряд спецназа. С 15-м отрядом удалось. Ну, он как раз тогда только формировался. Так что весь его славный боевой путь практически прошел вместе с ним. Участвовал в боевых действиях в Дагестане, это Новолагская. Ну, после этих событий получил грабовый билет. Значит, затем 2000-й год в районе Шалиси, инженюр. Вот, ну, всего не перечислишь. Практически по всей Чечне. Ну, и сейчас еще продолжаю ездить. Моя семья, конечно же, все волнуется, все переживают. Вот, даже дети понимают это. Ну, уже как бы посвыклись, потому что я практически 15 лет в армии, и все это на глазах. Поэтому все привыкают, ко всему можно привыкнуть. Родителям такое расскажешь, каким экстримом ты здесь занимаешься, по-любому будут волноваться. Поэтому пишем, как всегда. Поэтому пишем, как всегда. Все нормально. Горы, они для сильных людей. Они для тех, кто хочет испытать себя. Кто хочет покорить вершины. Ну, вот в гору, как поднимаешься, идешь вверх постепенно, но тебя ничего никуда не толкает, ни внизу, ни вперед. Да, равномерно, дыхание не сбивается, ничего. Так идешь спокойно, поднимаешься своим чередом. А вот спускаться уже, как спускаться вниз, тебя все тянет. Тяжешься вниз туда. Держаться надо все время. Напряжение ноги. Все время напряжение себя ведешь. Все как-то дыхание все равно сбивается. Потихонечку идти надо. Ну, чуть соскользнул, упал, все. Ушел туда. Опасно. Вы знаете, как-то после того, как я поступил в академию, мне казалось, что я уже на войну не вернусь. Но потом все-таки тянет. Все-таки тянет. Потому что какие-то знания, чувствуешь, что ты приобрел какие-то знания, навыки. Чувствуешь, что их нужно передать кому-то. Ну и кроме того, адреналин. Он как наркотик. А на войне его достаточно. Многие считают бойцов спецназа воплощением грубой силы. И только. Если бы были того же мнения, думаю, наш репортаж вас переубедил. Потому что вот они, солдаты и офицеры спецназа. Красивые, надежные и отважные люди. А вот, кстати, их дети. Подполковник Соколенко привез в горный центр своих сыновей. С настоящей мужской работой познакомить. И хотя его младший Илья, находясь на горной штурмовой полосе, порой отвлекается, чтобы поймать очередного кузнечика, он для себя уже твердо решил стать солдатом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА